Здравствуйте! Сегодня будет еще один интересный способ, как мы укореняли, да даже не укореняли, пересаживали. Я хочу показать вам результаты спустя 5 месяцев. Смотрите, 4 октября 23 года, ровно 5 месяцев назад, я купила замиокулькас, тот что справа, вот этот вот маленький. И мы посадили его, стимулировали, ну я вам обещала, что я буду стимулировать, на самом деле я полила всего 2 раза его стимуляторами и забыла про него, потому что у меня просто на него не было времени. Я забывала там или еще что-нибудь, ну в общем смотрите, я купила и обратила внимание, что клубни у растения были срезаны. Пришел он в такой маленьком коршочке 5 на 6 сантиметров, само растение 16 сантиметров, высота небольшая, это маленькая, ну можно сказать такая вот еще деточка, тоже видите, тоненькая, толстая. Я пересадила его в грунт, у меня есть видео на эту тему, можете поискать у меня на канале, наверное за 4 или за 5 октября. Видите, слева взрослый куст, справа маленькая деточка, посаженная вместе, то есть 2 растения посаженные вместе. Ну и вот сегодня, 29 февраля я снимала это видео, я решила посмотреть, что же там наросло-то. Тот же горшок, смотрите, тот же грунт, мы сажали в стандартный грунт и сегодня я хочу его пересадить. Пересадить хочу вермикулит, смотрите, какие огромные клубни наросли за 5 месяцев. Вот такие клубишки, но деток пока нет, давайте проверим, есть ли там детки. Я обязательно помою, посмотрю, потому что с грунтом там ничего не видно. Ну и при пересадке замиокулькас лучше помыть, мне кажется он грязноват, чтобы был почище, его надо помыть. Но вообще клубни вообще большие, и листья подрослые, рулетку я не нашла, но я вижу визуально, что листья стали больше, ну по крайней сантиметра 2 они прибавили. Подкармливала я их смесью биогумус, монофорте и монокалийфосфат, подкармливала всего 2 раза. То есть подкармливала мы во время посадки и через месяц я его полила. Вот в таком горшочке на 1 литр росли эти 2 ветки. Вот я помыла листочки, смотрите, и что я увидела. Смотрите, раз, два, три, три деточки. Три деточки скоро появятся, то есть появится три новых листа. Больше я не нашла, но вдруг там еще что-то есть. В принципе, если его подкормить, этот замиокулькас он может выпустить еще деточек. А на этом растении было всего одна детка. В целом, если еще раз простимулировать, можно полить стимуляторами. Например, я использовала ровную формулу НПК 18-18-18. Взяла кристаллон, добавила туда аминосил, аминокислоты и добавила туда мегафол. 2 мл на литр. И вот этой смесью я все полью и буду сажать вермикулит. Я заметила, что замиокулькасы очень хорошо растут именно вермикулити. И я решила дать попробовать именно наращивать само растение в чистом вермикулите. Польза вермикулита в том, что вермикулит впитывает воду, задерживает воду и растение как бы обволакивается этим влажным грунтом. Не как вот, например, на фитильном поливе там все влажное, плавает очень влажное. А вермикулите оно как бы обволакивается. За счет этого растение растет лучше. И ему не надо там стараться, потому что вермикулит это воздушный грунт, он дышит и легко растет. Я сначала хотела пересадить в горшочек на 1 литр, но поняла, что ему там будет тесно. То есть я его ограничу. Там на месяц клубни еще вырастут и будет сложно растить. Я взяла горшок, это двойной горшок, а внутри горшка где-то 1,5 литра. Не, не 1,5, а 1,7. Производитель заявляет, сам горшок 2,2, а внутри 1,7. Ну вот тут еще есть куда расти, чтобы клубни у нас росли, чтобы было много клубней и растение станет большое и крупное. То есть за 5 месяцев мы с вами достигли довольно хороших результатов. Я думаю, в течение 1-2 месяцев у нас появится 3-4, 4 детки точно. То есть 4 новых листа. И возможно мы сейчас стимулируем еще какое-нибудь развитие растений, там будет крупный. Так, смотрите, я сажаю вермикулит. В вермикулит я добавила удобрения. Уже говорила какое. То есть это не реклама, это просто использую такие удобрения, которые мне нравятся. В вермикулит я заранее намочила. Также я полью обязательно растения. Еще пользуя таких горшков мне нравится в том, что вермикулит он в воде не плавает. Излишки воды он отдает и они стекают вниз. Как раз в этот поддон внизу вермикулит вода стекается. И если вермикулит сверху начинает подсыхать, он вытягивает всю эту воду снизу. В чем прелесть и очень похожесть фитильного полива. То есть если на фитиле мы делаем веревочки, чтобы вода тянула снизу и торф у нас всегда влажный. То вермикулит не надо делать в веревочке. Просто наливаешь воду внизу, она остается. И когда верхушка просыхает, она стягивает воду вверх. Вот особенность вермикулита. Я вот заметила, когда укореняла черенки пеларгонии, что они... В общем, вода там образуется именно снизу. И если заглубить глубоко черенки, а там вода плавает, то они загнивали. А если, например, я потом уже стала делать дренаж, ну именно для черенков. А дренаж делала стаканчик в стаканчике. Делала стаканчики с вермикулитом дырочки. И чтобы излишек воды в вермикулите просто как стекал вниз. И потом, если его надо, он вытягивал. Очень, кстати, удобно. Ну и я вот плела, чтобы вода начала стекать вниз. Сам вермикулит никогда не плавает в воде. Если добавить излишки, она будет стекать вниз. То есть самая основная вода, она будет внизу. Но весь вермикулит, он накопит воду, он ее держит. Если, например, сажать в перлите, то перлит не держит воду. Просто как разрыхлитель. То есть особенность перлита, он чистый разрыхлитель. А вермикулит он притягивает, накапливает, держит воду. Поэтому он как грунт мне больше нравится. Если перлит полит, то он просто вот никакой сухой. А если полить вермикулит, то он будет влажный. Поэтому растение растет. Вот смотрите, я пересадила. Тут у меня справа посадка, укореняются листья вермикулити. Кстати, вермикулит вы можете посмотреть, что он разный. Тот, что слева красный. Тот, что справа обычный. Как пластиночки. Мне, кстати, как пластинки больше понравился. Почему-то он при укоренении. Хотя, мне кажется, эффект один, что у красного вермикулита, что у обычного вермикулита. А горшки очень хорошие, двойные. Мне очень понравились. То, что можно воду в поддон налить и вся система потом промокает. Очень удобно поливать. Не надо ждать сверху. Если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Всегда с вами Елена.